Пересечение улиц Московской и Зиповской, тот самый злополучный перекресток, где произошло столкновение. Двое подростков ехали на одном самокате здесь по тротуару, а из-за этого угла выходила женщина с коляской. Высокая скорость и узкая дорога, при таких условиях было сложно избежать инцидента. На записи камер видно, что скорость самоката была высокой, а на пешеходный переход, где подростки должны были остановиться и пойти пешком, не обратили внимания. К тому же на самокате школьницы ехали вдвоем, вопреки правилам. При столкновении основной удар пришелся на корпус коляски. Это спасло малыша от серьезных повреждений. Был такой сильный хлопок, ребенок очень сильно заплакал, испугался, мы сразу взяли его на руки и начали вести диалог с девочками. Никто нам не предоставил, сказали, мамы, папы нет, никого нет и все. Тут мы вызываем скорую, одна уходит в сторону. Когда приезжает уже скорая, вторая девочка также скрывается на самокате. Следственный комитет начал проверку. Личности подростков устанавливают. Мальчик 2022 года рождения был доставлен в больницу, где ему диагностирован уши в мягкой ткани. Жизни здорового ребенка ничего не угрожает. В настоящее время следователям изучаются записи камеры видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы произошедшего. По информации Краевого ГИБДД, с начала года произошло 106 столкновений со средствами индивидуальной мобильности. В Краснодаре таких случаев 45.